И всем привет, ребят, с вами Мистер Банька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен Игровой тематике, одному интересному вооружению, мы возвращаемся к одному очень крутому дрону, который я записывал относительно недавно Я записывал Мамонта и Зиду с Лавкачом, где тестировал сам дрон и рассказывал и показывал в чем его плюсы после обновления, да, и насколько он жестче стал И сегодня у нас есть интересная комбинация, которую мы попробуем реализовать Это все тот же Мамонт, это все тот же Лавкач, тот самый дрон, который дает повышенную скорость и является прямой альтернативой кризису Но может поражать полностью всю расходку и при этом еще иметь повышенную нитру Но сегодня у нас будет не Зида с вампиризмом, как это было у нас раньше, а сегодня у нас будет Тесла с очень интересным устройством, которое называется электропушка Это донатное устройство, устройство, которое падает с ультраконтейнеров Я его брал за сезон Танки Спорта, как выигрышное устройство, да И по сути еще ни одного полноценного видоса с ним не записывал, но по совету одного моего сокомандника Он мне сказал, что это очень эффективная тема и работает намного жестче и качественнее, нежели и Зида с вампиризмом Хотя, как по мне, и Зида с вампиризмом очень хороший результат показывает в матчмейкинговых боях Поэтому сегодня мы берем Мамонта Теслочку с электропушкой И отправляемся в матчмейкинговые бои По режимам, я думаю, что сегодня было бы неплохо, конечно же, вернуться все к тому же режиму Регби Который очень хорошо себя показывает на Мамонте с Лавкачо Ну и вторую катку, я думаю, что можно было бы даже сыграть в захвате флага И если это все дело пройдет у нас быстро, то мы, я думаю, что сыграем еще один бой в режиме штурма За атаку Я думаю, что там можно будет тоже попытаться все это дело очень быстро и качественно реализовать Сейчас у меня, конечно, Теслочка с электропушкой шарик вот этот вот замечательный не залетел Суперконтентовый и второй раз тоже не залетел Ну ладно, пробовать будем сейчас все это дело реализовывать В чем же Тесла лучше, чем Изида с вампиризмом? Здесь за счет электропушки вы можете со средней и даже большой дистанции нанести неплохой урон по оппоненту С Изидой вы такой урон нанести не сможете Урон вы сможете нанести только если вы подъедете в упор к противничку Соответственно, ну и не в упоре урон тоже вы можете нанести куда больше, чем вы сможете нанести с Изидой Потому что здесь сразу за счет цепочки вы можете цеплять двух, трех, четырех, сколько там будет оппонентов И сразу по всем наносить хорошее количество урона Здесь, к слову, против есть пробитие Возможно, стоит мне поменять устройство на корпус Но сейчас мы к этому, я думаю, что придем Ну и вот такой вот урончик тоже можно наносить Сейчас моя задача просто подобрать мяч Как только я его подбираю, полноценненько прожимаю Замечательный овердрайвик И мы летим, нагазовываем Летим, 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 суетим, 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 суетим И доставочку красивую оформляем Ну и здесь можно еще было попробовать с Теслочки дополнительный урон накинуть Но, к сожалению, у меня не получилось Главное, конечно, это реализация самого корпуса А Тесла это лишь дополнительный саппорт Который может в какой-то определенный момент зарешать Пока, если честно, я не вижу особо никакого преимущества над Изидой Потому что Изида с вампиризмом дает мне дополнительные хпшки Может быть, не совсем удачно подходит карта Может быть, я пока что не так жестко сконцентрирован на этой всей реализации Но пока у меня и без этого В принципе, все получается Но один из плюсов, который я уже вижу на данный период времени Это плюс, который связан с тем, что я после прожатия диктатора овердрайва С крита наношу уже повышенный урон С Изидой с вампиризмом повышенного критического урона нет Здесь он есть Доставляем уже второй мяч Хороший результат Пробуем ехать за третьим Было бы неплохо сейчас еще куда-нибудь запустить Вот этот вот замечательный шарик Я, кстати, устройство так на корпусе не поменял Ну ладно Может быть, оно мне не надо Попробуем сейчас вот здесь шариком попасть Вот так, бах Туда шарик Блин, не попал К сожалению Так, у меня 50% овердрайва Только меня, наверное, сейчас схавают Бесшансово Я даже не знаю, кто там у противника прожимает О, вернее, не прожимает Не прожимает, а ставит мины Потому что там было очень большое количество миночек на вражеском респе Но За счет овердрайва мы, конечно, не чувствуем эти мины Можем все их подрывать Но овердрайва у меня пока что нету Сейчас 82% Было бы неплохо сейчас забрать мяч И уже непосредственно уничтожать Хорошо Подбираем мяч 97% Ну и это уже практически 100% доставка Скорее всего Если меня сейчас тут не залетит Оп Васпит прожал бомбочку Бомбочка, конечно же, не работает А вот шахт Со своим суперуроном, конечно же, будет работать Забайтил меня Васп на прожатие бомбы Ой, на прожатие овердрайва Я не мог его не прожать Иначе я бы просто улетал бы на респ Соответственно, он своего добился Доставочку я сделать не смог Но здесь как-то очень жестко Оппонент играет вот именно на приемочке Вы видите Они прям все стоят Стараются уничтожить У меня особо там моментами Ничего не получается сделать Еще и хорячек здесь улетает Хорошо, что его здесь кто-то законтрил О, диктатор Овердрайв Хорошо, шикарно мне соточку сразу приносит У меня нет, правда, аптечки Сейчас бы аптечка мне бы очень сильно пригодилась Так, пробуем быстро схавать Васпа Уничтожаем его Ну и пробуем реализовать овердрайв Повышенный нейтрил у меня нету Ай-яй-яй-яй-яй Там просто в миллиметровый тайминг бы сейчас попал бы Фулл хп бы себе сразу же бы отрегенил Просто у меня не было аптеки Поэтому надо было рисковать И получилось бы очень достойно Но, к сожалению, не совсем так реализовал то, что хотел Ладно, 2-0 ведем Противник пока что сейвит Пока что сейвит Пока что на аккуратничах Особо не рискует Ну и ладно Пробуем сейчас еще одну доставочку оформить Попробуем, наверное, даже здесь через центр Может быть здесь будет проще О, нет, не проще Здесь 2 шафта Здесь проще не получилось, к сожалению Но шафты сейчас в матчмейтинге Это просто самое бесячее, что есть В нашей игре И я уже устал жаловаться и ругаться По этому поводу Поэтому, ладно, не буду уже в этом видосе Ничего про это все дело говорить У меня есть овердрайв У меня есть Фулл хп Правда, нет уже аптечки Но возможность реализации, конечно же, есть Потому что мы прожимаем овердрайв И влетаем, влетаем, влетаем Блин, схавал меня все-таки Вика Твинс Тоже прожал там овер Но получилось бы неплохо Мины, конечно, мамонты эти просто подрывают И вообще не чувствуют Это, конечно, очень хороший буст Так, ну и пока по теслочке Что я могу сказать по теслочке? Ну, такое, такое, такое Не сказал бы, что супер прям имбово что-то залетает Не супер имбово пока что Но сейчас попробуем здесь через низ сыграть Попробуем через низ 44% овера Овердрайва у меня, скорее всего, не будет Можно, конечно, здесь на подъеме остаться подождать Овердрайв Не знаю, будет ли это ошибка или нет Ну, давайте попробуем остаться Потому что все равно у меня нет шанса на О О, а вот сейчас уже хорошая темочка Вот сейчас пробуем Сейчас пробуем Сейчас пробуем Сейчас пробуем Сейчас может получиться Может реализация залетит Контентовая Прожимаем Очень много урона Очень много урона Очень много урона И, к сожалению, я не доставляю Хотя дорога была уже проделана хорошая Ну и 400 очков 400 очков Не сказать, что хороший результат Две свои доставки, конечно, мы в этой катке оформили Но и катка такая неоднозначная Здесь противник очень много защищался У меня даже, ну, там, моментов на доставку было Там пару-тройку И все, да Хороший здесь шарик залетает Поэтому первая катка такая Первый блин кома Отправляемся тогда в CTF Попробуем посмотреть, что будет у нас в захвате флага В регби, конечно, мне этот мамонт прям безумно нравится Когда ты мячик подбираешь, когда начинаешь улетать Что бешеный Посмотрим, что будет в CTF CTF нас пикает Ой-ой-ой, на какую шикарную карту Еще и с каким молодым человеком Даже с двумя молодыми человеками С Артемочкой запикался И еще и с администратором нынешнего киберспорта Пробуем, пробуем вытягивать каточку Это все не запланировано вообще было Как-то так вот совпало Пробуем, пробуем, пробуем Смотреть, что у нас будет С моей Теслой Первый заход не очень удачный А Артемочка тоже на мамонта Теслочке Суетит, откуда он знал? Откуда он знал про мамонта Теслы? Я не понял Он что, стрим снайпит меня или что? Как это вообще? Че это такое? Я вроде нигде не говорил Но как он догадался? Как он спалил всю эту тему? Нифига себе Значит Артемочка тоже катает на такой теме Значит она реально нагибает Так, улетаем Улетаем, вреждаемся, конечно, здесь в стеночку Но летим на гусях! Летим, 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 летим Летим, летим Артемочка уже приветствует меня в чате Напишем Артемочке приветик Так, ну и газуем, газуем 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 через центр Пробуем доставлять Пробуем доставлять Артемочка тут залетает А, понял Артемочка мне на скидочку дает Красивую Давай, попробуем доставить У меня ДАшечки нету ДАшечка появляется Ну и здесь в CTF вообще все Видите, теперь в мамонтах В таких толстых кабанах Ну и какая-то такая катка не очень серьезная попалась Не очень жесткий оппонент Пока что все получается очень и очень просто 3-0 уже ведем Здесь бой до 7 Может быть даже получится быструю досрочечку оформить Ну и за счет, вот видите, теслочки тоже урончик хороший В упоре можно нанести Так, у меня есть овердрайв Попробуем сейчас быстро доставить Получится, наверное Или может не получится Не знаю, сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Хоп, суетнем Суетнем овердрайв И улетим Просто улетим Не буду я даже там с этим баспиком Ничего делать У меня отличная большая скорость От вас по даже можно уехать И красивую доставочку оформляем 4-0 4-0 Артемочка, вот как вы видите на кризисе Видите, насколько больше у него скорость Моментами есть Но ему, видите, надо иногда Пережимать расходку Ну и за счет этого, кстати Он может быстро ддшку нажать И у него ддшка с этим Электропушкой будет С хорошим большим урончиком То есть, если у меня это урон такой Как бы дефолтный Средненький То у него это хороший Бомбический Повышенный урончик Поэтому тоже здесь он имеет Некое преимущество Ну ладно Газуем Газуем 4-0 Попробуем Давайте сделать досрочку Дефать я, наверное, даже свой флаг особо и не хочу Че дефать его Если они вдруг увезут Мы его быстренько потом схаваем Артемка уже утягивает на центр Врезается в стену О, неплохо Зацепил Попробуем подстраховать Артемочку Потому что там у вас от противничка Сделаем страховочку На верочку доставим Чтобы без особых проблем все было Хорошо, доставка есть Ну и теперь уже газуем на центр У меня кулдаун как бы не так Но за счет нового ловкача Кулдауна повышенной нитры у нас нету Тиммейт только мешает Так, в принципе, все идеально Попробуем сейчас увезти Овердрайв у меня есть Овердрайв прожимаем И улетаем Улетаем Я хотел сказать И врезаюсь я в своего тиммейта Ну ладно, там Артемка на страховке Если что доставит Получится у него все сделать Но видите, если Артем играет на Мамонта Тесле С этим же самым устройством Значит, наверное, это что-то значит Что-то нагибает Артем жестко суетит Жестко суетит Доставочку красивую оформляет И пробуем сейчас Через сентрик еще красиво залететь Остался у нас последний флаг Попробуем его доставить Если доставим, будет вообще все шикарно Ну там уже улетают С моим флажком Я ухожу на рез Сейчас подстраховочку бы дать Наверное, а может даже и соло А, Артемочка там подстрахует Нормально Доставочку делаем И это катка за 4 минуты За 4 минуты каточка За срочкой С Мамонта Теслой Залетела отлично Просто великолепная Одинаковые очков Что с кризисом Да, ну Артемка там Мне один флаг, конечно, скинул Но, в принципе, вот такой вот результатик А теперь Самое интересное Мы пикаем в штурм За атаку Если за атаку сейчас Первого раза не попадаю То поставлю видос на паузу И вот там уже попробую реализовать По максимуму просто Я думаю, что там Тесла должна работать Просто великолепно И она будет точно лучше, чем Изида Меня кидает за деф Поэтому быстро перепикиваем И продолжаем Сразу с первого перепика Запикиваюсь в ту же самую катку Только за атаку И пытаемся реализовать На кунгурчике Мамонта Теслочку Суетную, красивую, нагибаторскую Скорости Чуть-чуть, конечно, не хватает Моментами, да Кажется, что, блин, ну надо чуть-чуть побыстрее Чуть побыстрее бы И вот еще побыстрее влетать Был бы вообще шикарно Но, ладно Пробуем Первую доставочку оформить Доставочка есть Иногда я забываю То, что я могу еще шар Отпустить контентовый С хорошим уроном Доставочка есть Пробуем сейчас еще Схавать оппонентика Одного скушали Ну и можно, наверное, на респ уйти И уже С нового респа Попробовать Увести Еще один флажочек Так Слоник подобрал Надеюсь, что слоник Либо быстро доставит Либо быстро Его уничтожат И я смогу доставить Еще один Можно пока пустить Куда-нибудь туда Чисто на пробу Ой, там титанчик купол Поставил Как я люблю на мамонте Когда кто-то ставит Купола Ой-ой-ой-ой-ой Смотрите, что мы можем Сейчас сделать Сейчас меня попробует А, я понял Меня вот так решили, да? Меня вот так жестко Решили принять, да? Ну ладно, 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 ладно Посмотрим, как вы меня Блин Захотели принять Чуть-чуть, конечно, хпшки не хватило Еще бы чуть хп у меня было Я бы там как суетнул бы сейчас На моем мамонте Ой, жестко было бы Овердрайв только К сожалению, просрал впустую Так, ладно, пробуем Пробуем сейчас доставлять Может быть, получится У нас что-то здесь И без овердрайва Если получится, то будет бомбочка Ну, а если не получится Ну, тогда Я буду в небольшом тилте Так, вот это вот оглушение Мне очень сильно не нравится Давай-ка ты, друг Не будешь тут вот этими вот Эми движениями Портить мне настроение Давай-ка я быстренько Объеду тут все это дело Блин, вот этого не схало Здесь еще одна тесла какая-то опасная Блин, ну, приемочка, приемочка Жесткая приемочка И лаксерва тоже очень шикарный Мне кто-то хп дал Или что, мне не понял Что произошло с моей хпшкой Но она резко прибавилась Ну и сейчас у меня есть обер Надо пробовать реализовывать Надо пробовать реализовывать Сейчас должно все получаться 20-20 уже счет Плоховато Противник начинает камбэкать У нас есть шанс Отличный шанс сейчас на доставку Открывается Влетаем На гусях На гусях залетаем Залетаем, залетаем, залетаем И даже без овердрайва Даже без овердрайва прожатого Можно даже от вас повзорваться Ничего страшного Доставочку мы свою оформили Сейчас быстренько с респа Если кто-то захочет там заблокировать Мы ему покажем Что делает моя контентовая Мамонтовая тема Оп, летим Летим, летим Хорошо Оп Прикольчик Прикольчик, 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 хорошо, доставочка есть Ну, такая тяжелая была доставочка, тяжелая, на тоненького, на тоненького, да, тут на тоненького было, но доставка есть доставка, без разницы какая, она все равно доставка, так, и, ну, как-то, так, карточка тяжеловато складывается, тяжеловато. Да, кунгур это одна из, наверное, ну, таких самых тяжелых карт за атаку, если противник хорошо играет, поэтому неудивительно, что у нас такой близкий счет и противник удачно здесь дефается, но на мамонте все равно, даже, ну, на любой карте, на любой, да, будь она там дефовая, не дефовая, без разницы, какая бы она ни была, на мамонте у тебя все равно всегда будет шанс на доставку, да, то есть, ну, на нем можно, можно, даже, даже в самых тяжелых. боях на нем все равно можно суетить, можно все равно уничтожать и доставлять. 245 очков, не такое большое количество, есть еще 200, о, 200, говорю, 240 у меня до конца, и мне было бы неплохо сейчас бы получить бы овердрайв, 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 прикольно, прикольно, да, круто, 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 неплохо, поддерживаю, да, такие движения, поддерживаю, доставочку не делаю, к сожалению, с доставочками тяжело, тяжело, шафты, когда вот становятся на эти позиции убойные, как-то очень тяжко, и шафтов, как я уже говорю, ой, как много их стало, это просто ужас, как много этих шафтов, это, это что-то с чем, это пора уже давно нерфить, пора просто нерфить эту пушку, потому что она меня начинает уже очень сильно напрягать, она не должна наносить такое большое количество уронов, и я чувствую, что скоро все это дело дойдет до того, что я начну записывать видосы про шафта и говорить, что это просто габельное. Ну ладно, сегодня у нас не про шафта, а сегодня у нас про мамонта теслочку, и мы уже оформляем еще одну доставочку, и мы продолжаем, конечно, лететь по счету, не совсем это круто, что мы здесь улетаем, и то, что нас так жестко принимают, но если я доставлю еще, как минимум, один флажочек, будет хорошо, будет уже очень хорошо. Васпик, надеюсь, сейчас бомбу не поставит, чтобы я бы не был вынужден прожимать контентовую тему, так, шафта, я надеюсь, все ли, ушел от него, хорошо, шикарно, и пробуем сейчас быстренько доставить. Все, о, там как раз титанчик купол прожил, сейчас мы его, этот купол, быстренько суетнем, а, у него даже пропал уже, я понял. Так, пробуем, влетаем, 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 ах, да блин, ну опять шафт, ну вот видите, не было шафта, там бы сразу бы этого урона бы не было, вам бы не хватало бы, я бы спокойно доставлял, а так, шафт, конечно, контрит моего мамонта, против шафта есть только пару приемов, это 50% рез, который и то, не скажет, что сильно спасает, ну и броненосец, тоже моментами может немножечко подсопать, ну защитник, конечно, да, но у нас талавкач, какой защитник, в ком защитнике может идти речь, только если кризис есть, тогда там ДА-шку быстро шлепнул на мамонте, и все у тебя хорошо, но, видите, у меня кризиса нету, в таком моменте, например, кризис бы себя бы показал бы чуточку, поинтереснее, чуточку, получше, доставочку! Более опять в миллиметре, сколько в миллиметре я доставок не поставил в этой катке, ой-ой-ой-ой-ой, какое большое количество, к сожалению, мы проигрываем, но, не знаю, мне мамонт в последнее время, ну вот прям очень нравится, в CTF-ке вы видели, как он себя показал, в регби тоже отлично, ну здесь в ESL-очке тяжело, тяжело, да, тяжело, согласен, тяжело, но уверен, что на EZID здесь бы легче уж точно не было, поэтому вот вам одна из еще вариаций мамонта Tesla с электропушкой, пробуйте, любители мамонтов, если вы имеете, отпишитесь в комментариях, ну и предлагайте какие-то, возможно, интересные еще комбинации, дроны, которые у вас есть, которые вы бы хотели бы увидеть в следующих видосах, не забывайте поддерживать видос лайком, подписываться на канал, если еще вы вдруг не подписаны, также нажимать на колокольчик, там и ничего не пропускать, ну а с вами был мистер Ванька, всем дружес, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok